Я вам представляю, не побоюсь этого слова, даже легендарную женщину, многодетную маму и руководителя нескольких бизнесов. Эти бизнесы тоже непосредственно связаны с детьми. Сеть детских клубов «Вундеркинд» Наталья Виханова. Здравствуйте, я вижу знакомые лица, еще более ответственные, тем самым интересно. Сразу отвечу на все вопросы, чтобы потом не спрашивали, да, у меня четверо детей, да, одного мужа. Идеальный отдел продаж… Я просто обычно так начинается дальнейший разговор. Идеальный отдел продаж, ничего нету в этом мире идеального, и это та утопия, к которой мы стремимся у себя и которую каждый хочет достичь. Почему я вам это рассказываю, как бы, наверное, почему приглашена, наверное, отправной точкой был, и я благодарна двум людям, это не именно у Виталия, спасибо большое, и Кабенко Александров. Виталий меня просто прислал ссылку на Estant Young и сказал в этом конкурсе, ты должна участвовать, а Кабенко сказал, почему у тебя нету до сих пор наград. Социально значимые бизнесы для Самары – это сеть детских клубов «Ундеркинд», это 10 филиалов, 1200 детей у нас занимается ежемесячно, это дети от года до 7, это не детский сад, это подготовка к школе. В итоге, после таких, как бы, напутствий мы решили поучаствовать, выиграли среди 60 конкурентов на федеральном уровне в области образования, ну и торгово-промышленная палата в Самарской области. Что такое стратегия? Вы должны понимать, что если вы действительно строите отдел продаж, и у вас там больше, чем один менеджер, что бы вы ни делали, вы должны вообще понимать, зачем вы это делаете, какая ваша доля рынка и чего вы хотите достичь. Хотите вы экспансии в регионе, либо вы останетесь в Самаре. Почему? Потому что если вы просто пытаетесь сделать хорошие продажи, но не понимаете вообще, есть ли перспектива данного вашего бизнеса на рынке, и какой кусочек вы от него забираете, ваши отчетные попытки к чему хорошему не приведут. Этот анализ очень хорошо отрезвляет, и вы понимаете, куда вам двигаться. Понятно, что норма прибыли. Если вы рассчитываете зарабатывать миллионы, а при вашем анализе вы понимаете, что норма прибыли у вас будет там 1%, при обороте там, я не знаю, до 5 миллионов, то вы должны сами принять решение вообще, может просто бизнес убить или уйти в другое направление. Поэтому очень важно понимать, вы вторые, вы лидеры, либо это кровавый океан, вы один из, и вам тут мало что светит, либо нужны огромные инвестиции, чтобы вы могли выбиться. Но мы все прекрасно знаем, кто заходит на рынок вторым, ему всегда очень сложно, он очень много лет работает на лидера. Декомпозиция целей, фразы достаточно все известны, но с чем мы столкнулись? С тем, что это очень хорошо помогает, выстраивает продажи. Потому что когда вы понимаете, что когда у вас есть B2B отдел и B2C отдел, и вы разбиваете по отдельности их планы, и соответственно вашим же продавцам проще работать. Вообще моя идея такая, что если вы лидер в компании, директор, владелец, то если вы хотите все-таки хороших продаж, вы должны иметь ROPA. Вот только ROPA имеет право под себя набирать команду. Что это значит? Если вы набираете команду, а потом находите ROPA и ставите сверху, то, скорее всего, он не сможет выполнить задачи, поставленные перед ним, потому что это не его команда, это ваша команда, а ему работать и нести ответственность за принятие обязательств. Поэтому сначала мы находим ROPA и даем ему ответственность подбирать под себя уже команду. Как бы мы ни относились к контролю, но это одна из важных вещей, потому что ежедневные планерки, они очень важны, и без них мы никуда не сдвинемся. Почему? Во-первых, дисциплинирует вовремя приход на работу, и здесь идет такая вещь, если у него сказано, что нужно… Он может задать вопрос, почему вчерашняя встреча не привела к результату. Соответственно, вы можете ему в этом помочь, и очень часто на этих планерках вы можете узнать то, о чем вы не догадывались. Про запись звонков и анализ – это очень хорошая вещь. Что мы используем в своих компаниях, во всех, это я делаю транскрибацию. То есть я не держу в штате человека, который слушает разговоры, потому что слушать семичасовой разговор, честно, я бы сама с ума сошла, и платить за это деньги я не готова. Я делаю нам… Ну, я как бы более ленивый человек. Я на WorkZilla нахожу человека, который за три копейки мне транскрибацию делает, переводит ее просто в печатный вид. И семичасовые разговоры своих менеджеров у меня роб читает, ну, там, я не знаю, за 30 минут с пометками на полях. Потом вы делаете просто общее собрание и разбираете это. Первые разы, знаете, я наблюдала так. Сначала со мной спорили, когда это еще я была, вела такие собрания. Потом они смеются, потом они плачут. Потому что когда-то там идет транскрибация, да, «э», «ме», «бе», и когда ты видишь, что невозможно доказать. Плюс вы потом это выводите в книгу продаж. Самые лучшие разговоры, самые худшие разговоры. Это очень просто и легко. У нас это уже поставлено на поток. То есть определенное количество раз в квартал мы отправляем на транскрибацию. И мы не выбираем. Мы просто берем, то есть слушает администратор у нас сначала разговора, что это продажи, а не какое-то внутреннее переговаривание, и отправляет. Какой там результат? Была продажа, не была продажа. Все анализ уже когда ты читаешь. Это очень экономит время и деньги. По поводу… Очень часто я знаю, что смешивают. Например, есть один отдел, и менеджер может заниматься продажами как в B2B, так и в B2C сегменте. Желательно этого не делать, потому что все-таки как продавать физикам и юрикам, это разные вещи, и каждый хорош по-своему. Поэтому лучше делить, и чтобы уробь это находил на каждой должности своего человека. Предпродажи – это обычно подготовка и выгрузка. У нас обычно это делается вечером, для того, чтобы завтра утром он уже знал, кому и по какому вопросу он будет звонить. Ну, то есть чтобы это он утром после планерки не занимался. На планерке он достает то, что он уже подготовленный, и решаем вопросы. Обслуживание – это работа по выставлению счетов, сопровождению сделки. Форс-мажор – это работа с рекламацией, доп. соглашениями и с поставщиками работы. Личные дела – это обеды, перекуры, чаепития. И отчетность, подготовка к отчетности, присутствие на отчетности, на совете. И вот если мы все это сложим, то по идее, это статистика известная, то, что продажами занимается у нас менеджер всего 13% рабочего времени. Это прискорбно, но с другой стороны, особенно сложно делать тем, кто сидит на холодных звонках. Это самая выгораемая профессия, и обычно мы делим даже таким образом. Есть у нас такой золотой фонд, это тот, кто очень хорошо сидит на холодных звонках, звонках на исходящих, но ненавидит, например, сопровождать сделку. Ну, там, уточнять, что-то там, решать какие-то вопросы. Соответственно, что мы делаем, мы туда ставим, он передает этот уже свой заказ другому менеджеру. И они в паре очень хорошо работают. Отчетность нужна, потому что без этой отчетности у вас будет, как в моем любимом анекдоте, про ту лошадь, которая в конце скажет, ну, не шмогла я, не шмогла. Поэтому, чтобы вот в конце вам не развели руками, не сказали, извините, вы должны заплатить, но результата нету, вам придется делать ежедневную отчетность. То есть это, у меня приходят такие отчеты, как сколько встреч было проведено, сколько было сделано из входящих звонков, входящих звонков, сколько было заключено сделок, сколько выставлено счетов, сколько выставлено коммерческих предложений. И если вы ведете по норме, по вашему плану, то у вас все хорошо. Здесь очень хорошо использовать светофор. Ну, знаете, наверное, да? То есть если вы идете по своему плану, то это у вас все зелененькое. Если уже вы убиваетесь, оставите все желтенькое. Соответственно, если совсем плохо, то красное. Очень быстро таблицы реагируют, и вы можете просмотреть. Потом вам менеджер никогда не скажет, я не смог, потому что я должен, вот скоро будет та золотая сделка. Не будет той золотой сделки, если вы не будете каждый день контролировать и получать отчеты. Люблю говорить, что менеджеры – это птица еж очень гордая, пока не пнешь, не полетит. И невозможно надеяться на то, что вы наймете самомотивированного человека, потому что мы с вами те же самые люди, которые по утрам иногда не хотят идти на свою работу. Мы хотим уйти с нее пораньше, поэтому это нормально. Но почему-то мы ждем, что наши менеджеры, они такие, знаете, вот встал и такой говорят, блин, как здорово, мне нужно 50 звонков исходящих сделать, и меня 30 человек пошлют, а я вот им выставлю коммерческое предложение. Это же не так. Поэтому приходится их мотивировать и делать всевозможные бонусы, вещи, такие, которые помогают им работать. Очень хорошая воронка продаж. Иногда я думала, что все уже знают, и только недавно, рассказывая друзьям о ней, вот показав этот слайд, они наконец-то поняли, что это такое. Что самое интересное, здесь очень четко видно, где вы теряете, и где у вас провал именно в вашей компании. То есть если вы провели 1104 презентации, а выставили всего 438 коммерческих предложений, значит, что-то у вас не то с презентацией. Либо нудно показывают, либо ужасно составлено, или ездит на эти встречи не тот человек. Это не его сфера. А вот есть два вида роста продаж, это экстенсивный и интенсивный, когда мы можем просто, например, завалить, я не знаю, там интернет, и получить шквал входящих звонков. Но при этом мы ничего не делаем внутри отдела продаж. Соответственно, мы все равно на выходе получим, но в той же точно пропорции количество сделок. То есть оно будет больше, но не сильно. А вот если интенсивный, то есть мы проведем изменение структуре отдела продаж, именно в продаже, то мы на выходе получим совершенно другие пропорции. Тоже достаточно интересно, при том, что мы на входе не потратились. То есть у нас стоимость привлечения клиента осталась та же, а выход получается в три раза больше. Система мотивации персонала, они должны знать, за что они получают. Не так вот пройдет месяц, и мы потом решим. Он должен прекрасно знать, что он должен продать, я не знаю, это магазин колес, что он должен продать 300 шин, 200 дисков и дополнительные масла, присадки и так далее. Зона его ответственности. То есть если он не выставляет у вас счета, то не надо его об этом просить, и ругать его тоже за это не стоит. Вот те, кто делают меньше плана, то лучше, конечно же, им платить меньше рынка. Если у вас есть золотой менеджер, держите его и платите ему больше рынка, это стоит того. Быстрые деньги мы используем иногда, когда нам нужно сделать рывок. Мы делаем такую замануху, что, например, премия в 5000 рублей, ты получишь в пятницу, если будет сделан план на этой неделе. Не тогда в зарплату или в аванс, а именно на этой неделе, именно в эту пятницу, именно в 5 вечера ты получишь эти деньги. А еще если купюру повесить, вообще морковка такая классная, работает очень хорошо. Пороги. Большие пороги. Интересная вещь. Когда я про нее прочитала, много лет назад реализовала, оказалось так, как есть. То есть, например, если у вас отдел менеджера все время делает 700 тысяч, ну, с трудом, ну, так делает, например, один, но никогда не делал там 900 или миллион. Поставьте ему миллион, но сделайте ему такой прыжок, что если он до этого получал в зарплату, например, там 45 тысяч, то если он вам сделает миллион, то он, например, заработает, ну, например, там, я не знаю, 80. И, соответственно, для него это большие деньги, он напряжется и вам сделает. Но когда он сделает 2 или 3 месяца подряд, вам придется потолок делать с полом. То есть теперь это будет считаться такой нормой, а 700 тысяч это уже пониже будет. Но будьте готовы, что у вас отдел продаж встанет и уйдет. Это нормально, потому что у них психология такая. Я раньше им приносил такую прибыль и получал такие деньги, а теперь я им приношу больше денег, а они мне платят так же. Это жалко, но, с другой стороны, вы понимаете, что вам тоже количество людей за те же деньги могут приносить больше прибыли. Поэтому это очень такая хорошая вещь. Ну, автоматизация, это все, конечно же, знают. Мы используем Bittrex 24, это не реклама, а действительно так и есть, очень удобно. Здесь, конечно же, самое главное хочу сказать, что если вы думаете, вы хотите внедрить, как директор, как владелец, и думаете, что вы придете в свою компанию, скажете, супер, я вам сейчас облегчу, вы не будете работать с табличками в Excel, мы сейчас внедрим CRM-систему, и все будет супер, и все прямо сказали, ура, спасибо, ничего подобного. Они будут саботировать все, даже ваш наемный директор, который будет говорить, да-да-да, но при этом ничего не делает. Поэтому лично вы должны быть заинтересованы в внедрении автоматизации, особенно CRM, и каждый день клевать их. Это приходится делать, но без этого вы ничего не добьетесь. Вам будут доказывать каждый день о том, что это глупость, это трата денег, это трата времени. Но вы должны вести это жесткое правило, вот вы для себя решили, и вы это делаете. Соответственно, вы уже не ведете никаких Excel-табличек, и получаете отчетность оттуда. Она выгружается очень легко, и управленческая отчетность очень легко получается, и вы принимаете решение очень быстро. Пять минут вам достаточно, кто у вас лузер в этом неделе или месяце. Я вообще за то, чтобы раз в год лузеров увольнять. Обновление коллектива, новая кровь, ну и все в тонусе. Отчеты, инструменты, прогнозирование, планирование. Ну и самое главное, знаете, хорошая фраза, которую любит мой муж, прибыль отдельно, деньги отдельно. Потому что очень часто, я знаю компании, которые существуют 20-30 лет, которые до сих пор не вели БДДР и БДДС. Почему? Не знаю. Живут на оборотке. Наверное, считать иногда страшно, но нужно. И без этого вы не добьетесь того результата, потому что цифра – это бежалственная вещь. Но не стоит путать ее с бухгалтерской отчетностью, которую дает ваш бухгалтер в налоговую. Это несколько другие вещи. Совсем другие, да. А здесь вы понимаете. Вообще, может, вам давно убить этот бизнес. Либо у вас все хорошо, либо вы просто держитесь на половую, так штанишки у вас держатся на последней петелке. И вам стоит принимать какие-то решения. Поэтому такая хорошая вещь. отрезляющая. Поэтому советую очень это делать. Ну и волнуюсь, заканчиваю даже раньше времени. Наверное, когда меня попросили какую-то фразу выбрать, которая для меня была бы близка, я бы характеризовала, наверное, ее немножко по-другому. Знаете как? Не бойтесь нанимать людей в свою команду сильнее вас. То есть если есть человек, кто лучше вас продает, берите его. потому что он вам заработает деньги. Если есть тот, кто больше разбирается в IT, замечательно. Потому что вы не можете, хотя когда вы владелец бизнеса, вы знаете все про свой бизнес. И лучше вас никто никогда не продаст. Это уже личные продажи. Но когда вы работаете с профессионалами, это очень круто, это интересно. И когда у вас сильная команда, вы с ней уже можете добиться хороших результатов. Поэтому вот я ненавижу считать. И я нашла человека, на которого я это все спихнула. И теперь я получаю красивые таблички нужного мне вида. И за пять минут аналитики я каждую неделю принимаю решение, что делать дальше. А раньше я себя пинала. И это было, выглядело, как и вы все, так простинация. Там завтра я обязательно этим займусь. Но потом я поняла, зачем себя ломать. Если я хороша в стратегическом развитии компании и в маркетинге, и понимаю в этом очень хорошо, то зачем мне себя мучить? И если есть такая финансовая возможность, очень часто есть совместительство, можно найти. Как ни странно, например, некоторые сейчас финансовые таблички мы отдали своему студенту старшему на подработку. И деньги в семье, и ребенок с деньгами. Ну то есть поэтому как бы нашли такой выход, потому что если бы отдельно ставить на это человека, это стоило бы больших денег, но он об этом не знает. Поэтому мы еще и экономим. Ну это как бы шутка, но есть такая доля. То есть первичные вещи уже в течение года забивает он нам. И стоит нам вообще это копейки. А потом уже отдаем финансисту, и дальше это все расходится. У нас еще 7 минут, поэтому если есть вопросы. Да, есть вопросы по BITREX24. Один из вопросов, какой тариф вы используете? Вот это лучше к моему супругу, техническая часть. Облако или коробка? Облако. Команда, да, который как раз очень рекламировал Сергей. А, компанию, да, 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 да. Ну надо компанию покупать, да, мне кажется. Вот. А второй вопрос с BITREX24, он такой абстрактный, то есть именно вы используете все инструменты, ну то есть только CRM или на самом деле… IP-телефония обязательно полностью. У нас полностью, например, сайт приходит заявка, она сразу падает непосредственно к менеджеру, он сразу перезванивает или связывается по почте, то есть в зависимости от того, какой запрос у человека с сайта, то есть сразу идет через систему. Здорово. Ну а HR возможности тоже как бы, наверное, используете, да? Нет, HR еще нет. Ну вот обращаю ваше внимание, что там это тоже есть. Да. Вот вам стоит… Леш, подними руку, пожалуйста. Лучше связаться. Лучше связаться. Я поняла, это как… Я могу вам ответить как клиент. Вы очень часто с IT, да, с области люди приходят к руководителям и объясняют на вашем птичьем языке. Вот это честно. И вы знаете, мужчины, они сидят и делают вид, что понимают, они фига не понимают, точно так же, как и мы, если они не технически одаренные, не с техническим образованием. Поэтому я могу сказать, что это больше ваша маркетинговая составляющая, которая хромает у айтишников. Потому что вы приходите и начинаете нас закидывать умными словами, а я в это думаю, блин, сколько это мне встанет, и меня разводят. И меня разводят. Я ничего не понимаю, но у меня хорошо, что у меня есть айтишник. Я сразу к нему или его на это место. И там быстро решается вопрос. Но это мне повезло. А в основном вы не можете продать компанию именно из-за этого. Переводите все в простой язык. Вот прям элементарно. Вот прям как будто женщина в декрете, мозги все в молоко ушли, и вот она ничего не понимает. Даже если вы идете навстречу к брутальному мужику. Вот тогда вы продадите. Ага. 12 одновременно или... Отличный опыт. Подождите, можно? Вы имеете в виду, что один привлекает клиентов, другой их доводит до сделки, третий сопровождение сделки. Но у нас есть один, пока только один такой хороший менеджер, который очень хорошо, прям вот, как сказать, после его встречи идет сделка. Но это один пока. Пока это все очень такой людской ресурс. Это только единственное мы нашли человека, который вот в этом адреналине-стреснике первичных встреч и холодных звонков, он прям кайфует, ему не нужен парашют. Вот он здесь каждый день получает свой адреналин. Это редкость. Поэтому мы держим, платим больше рынка и ухолим и лелеем. Но он об этом не знает. Он думает, что он плохо работает. Новые приятные отсюда. Привет, Кирилл. В основном, но если мы берем Вундеркинд, это исследование, которое мы провели весной, от 60 до 80% это сарафанное радио. Сарафанка в основном. Но хотя сейчас очень хорошо генерит. Если вы зайдете на наш сайт Вундеркинд, это вообще стыдоба. Он старый-старый, мохнатого года. Я его делала, и я его как раз боролась с разработчиками, объясняла, что там декретница, которая ничего не соображает, но у него CTR 12. Он продает так, как не продает никто. И мы никак его не убьем, потому что, знаете, жалко. Да, вот. А давай сделаем так. Ты бесплатно его переделаешь, а я потом выступаю здесь и рекламирую тебя. Вообще не вопрос. Вот так можно сэкономить деньги. Тогда второй сделаешь, потому что если мы сейчас этот убьем, а ты плохо сделаешь, что я с тобой сделаю? Вопрос. Ну, давай попробуем. Сами собирается заявки, а потом их обрабатывается. Вот продвигаемся мы у Сабита. Не знаю, как Дюндик отпустит нас. Посмотрим. Можно договориться. Да. Уже планируем. Да. Ну, бизнесу 16 лет. Если мы берем в Underkind сеть, то бизнесу 16 лет, а event-агентство 30-ое царство, 4 года. Все четко распланировано. Мы прекрасно знаем сезонность, мы прекрасно знаем до ребенка пришедшего. Мы уже знаем, у нас прописаны, знаете, такие талмуды бизнес-процессов, поведения сотрудников. Сейчас прописываем открытие, поставка на поток открытия новых филиалов. Мы знаем, в какой период он начинает окупаться, сколько детей придет и так далее. То есть здесь все четко. Ой, вначале это же не был бизнес. Это просто было… В институт работать не могла пойти, потому что ребенка не с кем было оставить. И платили ровно на колготки губную помаду. А я женщина большая, колготки стоят дорого. Вот. Поэтому нужно было чем-то заняться. Ребенка обучила, в три года зачитала, решили открыть детский клуб. Это никогда не было бизнесом. Это стало бизнесом, ну, может быть, лет 10 назад. После одной фразы, которую я всегда везде рассказываю, может быть, кому-то она поможет. В два часа ночи я читала книжку, там было написано так. Чтобы понять, что вы действительно занимаетесь бизнесом, а не играете в него, отойдите от него на год. И посмотрите, если он разорился, значит, вы играете. Если вы отошли на год от бизнеса, он остался на том же месте через год, когда вы вернулись, то это тоже игра в бизнес. Но вот если вы отошли от дела на год, а потом вернувшись, он еще и прирос хотя бы на 5-10%, соответственно, это уже не играет настоящий бизнес. В этот момент меня торкнуло. И я подумала, неужели я с красным дипломом и физмат-школой настолько не смогу превратить это в настоящий бизнес. При том, что у нас уже было 6 филиалов, но я была и менеджер по продажам, потому что я все это прошла сама, и хозяйственник, и завхоз, и водитель. Ну, то есть вот тогда началось делегирование управляющих компаний. Спасибо огромное, Наталья. Наверное, это все. Не хочется вас отпускать?